позвонил андрюха и говорит серёг смотрю твои ролики ты говоришь 80 у тебя отводков и семей а я ведь вот смотрю по пасеке найти их не могу сколько штук их но давайте посчитаем вместе я что-то сам испугался и расстроился где-то я или осенью прочитался или чё поэтому репортаж от первого лица поехали раз-два здесь 4 отводка 6 и сзади 5 6 и 5 11 поехали 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 22 потому что здесь 22 23 24 25 26 и плюс 4 30 в этом 3 значит 30 31 32 33 33 и 5 38 и 4 38 и 4 42 и еще 4 46 и еще 4 50 до угла 50 до здесь значит 51 52 53 54 55 56 57 58 сзади 59 отдельные 60 и вот эти 868 68 и наверху у меня 68 68 69 70 еще 373 3 стоят на отдельном тачке ну вот 76 и если прибавить еще к ним 9 по-моему 9 или 8 у меня находится в хате получается 76 76 и 7 80 чем-то почему я говорил 80 честно говоря не знаю ну как тут пока набирается ну что я хочу сегодня показать вот мы видим пчелки летали вчера 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 я не приезжал вот это следы а пан а понашивания вот и рядом птички прыгали наверно собирали трубки ки челок сегодня по температуре то у нас всего лишь навсего на минус 1 минус 1 минус 2 но на солнышке а солнышко весенние на солнышке пригревает будут ли летать пчелы давайте посмотрим что они там делают сидят родные так как вам показать пониже так сидят там на рамочках что-то делают вот ну и я значит усиливал там свой один отводочек рамкой неудачная съемочка была потому что маленькую часть пчелы я показал вот мы видим что следы а понашивание они видны везде и трубки пчелок видны вот и тут вот вылетала это время ребята это пришло время для того чтобы им летать вылетать вот пчелка еще живая но я говорю что вот эту пчелку спасать уже бесполезно потому что она получила обморожение от снега и даже если она согреется у вас семье это бесполезно вот под номером 16 я усилил сейчас хочу посмотреть вот так вот если посмотреть то пчелки активны на канде есть есть уже на край на крайней рамочке следы а понашивание вот конечно кто-то скажет вот показал пустые улья и хвалишься нет ребят смысла мне нету обманывать вас потому что вчера женщина а интересный случай звонит женщина это к тому о том что мы вот мне комментарии написали надо бороться за высокую цену на мед на авито захожу 50 60 рублей за трехлитровую банку вот ну как вот бороться с этими товарищами чем бороться забрать у них пчел или забрать у них мед и продать за них меда отдать им денег что делать звонит женщина вчера говорит можно у вас попробовать метку вот я баночку возьму почем банка меда я говорю 1200 рублей а у меня на авито в объявлении сказано что ну тип типа сейчас дословно не могу сказать что дешевый мед может быть источником вашего отравления вот ну как бы дал понять что скупой платит дважды что хороший мед это не может быть очень дешево вот как-то в таком я написал и мне вот она позвонила и говорит я бы взяла у вас литр на пробу но я привез ей литр и мы с ней разговариваем она говорит слушайте на ягрет посмотрела у вас самый дорогой мед на авито вот ну по нашей области почему в чем-то отличается ваш мед вот я минут 20 ей объяснял что такое мед почему такое мед и почему его нельзя продавать дешевле я не могу сказать что люди которые продают дешевый мед у них плохой мед или качественный мед но я попробовал ей объяснить так как я это понимаю как это должно быть она забрала у меня эту баночку меда вот обещала она у нас ведь мама медоед если я я и сказал что у меня есть канал и обманывать на канале мне нету смысла вот и мамы ее и если оценит они возьмут еще меда но вот теперь ответьте мне на вопрос как бороться нам с низкими ценами на мед если мы с с вами сами не ценим свой труд а при этом говорим нам видовато правительство нам виноват путин нам виноват это кто нам нам все виноваты понимаете кроме того кроме самих нас мы не хотим держать достаточно высокую цену на мед такую как носковской области такую как в ленинградской области такую как в крупных городах в курортных городах мы почему-то считаем что наши люди такие бедные что они не могут отдать заплатить полторы тысячи полторы тысячи рублей за трехмесячную норму витамин своих потому что семья в среднем семья седает ну за два три месяца трехлитровую банку и для них это они каждый день ходят в магазин я каждый день хожу в магазин и трачу деньги намного больше сколько у нас продуктов уходит в помойное ведро мы выбрасываем а мед может храниться годами десятилетиями поэтому друзья давайте ценить свой труд и давайте не опускать цены ну ниже хотя бы хотя бы зимой ниже тысячу 1200 за трехлитровую банку меда но нельзя по 500 рублей отдавать мед за три литра как вы считаете давайте обсудим эту тему вот ну а по весне весна все равно придет она наступает я вам в январе говорил в ролике что я чувствую запах чувствую весны может это только мне такое дано вот может я сам себе это придумываю не знаю честно говоря вот но очень хочу чтобы она наступила хочу увидеть летающих пчелок пчелки уже вылетают но это еще не тот облет которого мы ждем на следующей неделе ребята на следующей неделе я вам обещаю по белгородской области относительное тепло солнышком когда наши пчелки полетят сбудется не сбудется давайте посмотрим но если чего скажете серёга ты нас обманул или наоборот завтра будет регистрация значит да объявление юбилейный 1 позвонили наташа позвонил и сказала принимают они воск хороший желтый воск по цене 440 рублей я думаю цена нормально у кого есть воск визите сдавайте вот ну 3 завтра начинается регистрация на выставки нашей международной вот конференции вот завтрашнего дня начиная свои репортажи с нашей выставки а сейчас всем привет и пока